Конфликт в Луганске перерос в вооруженное противостояние 29 апреля прошлого года, когда боевики предприняли первый штурм областного управления милиции. До этого, в начале апреля аэропорт Луганска берется под охрану бойцами 80-й и 25-й аэромобильных бригад. Часть 80-й бригады остается заблокированной боевиками в районе села Райгородка. 3 мая с атаки на областной сборный пункт, где дислоцировались винницкие бойцы внутренних войск, начались вооруженные штурмы частей украинских военных. До начала июня боевики практически не встречают сопротивления. В ночь на 2 июня боевики начинают штурм расположения луганского погранотряда. Штурм продолжается более трех суток. Тогда против боевиков впервые задействуются снайперы, а пограничники оказывают вооруженное сопротивление. 8 июня боевики предпринимают первую попытку атаковать десантников в луганском аэропорту. В отличие от всех предыдущих атакованных воинских частей, десантники им явно не по зубам. Избирается тактика блокады, которая постоянно усиливаясь продлится до конца июля. 14 июня при заходе на посадку в аэропорту Луганска боевики сбивают военно-транспортный самолет сил Украины. Погибли 49 человек, десантники 25-й бригады и члены экипажа. Это последний рейс, который попытался принять осажденный аэропорт. Битва за Луганск начинается 14 июня со штурма пригорода Луганска, города Счастье. Несколько десятков плохо вооруженных добровольцев из батальона Айдар практически без потерь освобождают город от боевиков и при поддержке десантников занимают высоты на правом берегу Северского Донца. Боевики отступают. Айдаровцы, мотострелки и десантники берут под контроль поселок Металист. Фактически выходят на окраины областного центра. Но вскоре получают приказ отступить. Украинское правительство объявляет о прекращении огня. Металист возвращается под контроль боевиков. Ситуация замораживается еще на месяц. Блокада аэропорта с каждым днем усиливается. В июне 2014 года боевики так называемой ЛНР неоднократно пытаются атаковать украинских военных в аэропорту и не прекращают артиллерийские обстрелы их позиций. Десантники успешно отбивают атаки и контратакуют. Аэропорт надолго становится форпостом украинской армии в тылу пророссийских боевиков. Украинские военные находятся в сложных условиях. Подвоз боекомплекта и продовольствия эвакуация раненых сильно затруднены. К июлю становится практически невозможным. Все необходимое сбрасывается защитником аэропорта с транспортных самолетов. 13 июля попытка прорыва блокады. Колонна снабжения под прикрытием бронетехники прорывается в терминал с потерями. Часть колонны попадает в засаду в районе поселка Роскошное и гибнет под огнем противника. 14 июля силы АТО занимают поселок Сабовка в 10 километрах к западу от Луганска. Продолжаются попытки занять роскошное Белое Александровск. 20 июля начинается операция по освобождению Георгиевки и Лутугина. Желто-синее знамя поднимается над Георгиевкой 28 июля. Поселок является ключевой позицией для блокады боевиками Луганского аэропорта. С освобождением Георгиевки блокада терминала снята. 28 июля добровольцы из Айдара и регулярные части ВСУ входят в город Лутугина. Один из ключевых плацдармов для завершения блокады Луганска. 3 августа украинские силовики входят в северные районы Луганска, в поселки Красный Яр и Большая Вергунка. Удерживать эти позиции им удается почти месяц. Батальон Айдар входит на юго-восточные окраины Луганска, занимает пригород, село Хрящеватое. Бои ведутся в самом городе, в районе областной клинической больницы. 18 августа силы АТО освободили станицу Луганскую. Бои за поселок длились несколько дней. Боевики отступили и закрепились на высоте Змейная гора, в менее чем километре от станицы на правом берегу Донца. Взять штурмом мощный укрепрайон, сооруженный боевиками за месяц перемене, украинским военным не удается. Змейная гора становится огневой позицией, с которой боевики до сегодняшнего дня продолжают обстрелы станицы. 18 августа батальон Адар взял штурмом село Новосветловка, населенный пункт к юго-востоку от Луганска, на трассе, соединяющей областной центр с Краснодоном и выходящим к украинско-российской границе. Удерживать село украинским военным удается всего 10 дней. Боевики, российские военные все это время ведут массированный артобстрел населенного пункта, а также собирают силы для наступления. 28 августа Айдаровцы вынуждены покинуть свои позиции в Хрящеватом и Новосветловке. В последних числах августа и первых числах сентября под натиском регулярных частей российской армии украинские подразделения покидают Хрящеватая, Новосветловку, Георгиевку, Лутугина, а также пригороды Луганска, Вергунку и Красный Яр. Оставляют позиции в Сабовке и Веселой горе. Линия фронта выравнивается по Северскому Донцу. Вечером 31 августа боевики так называемой ЛНР и российские подразделения снова блокируют Луганский аэропорт. Массированный артобстрел и танковые атаки продолжаются сутки, после чего украинские военные получают приказ оставить позиции в аэропорту. Здание аэропорта разрушено настолько, что министр обороны Украины Валерий Гелитей предположил, что российские военные при атаке на терминал применили тактические ядерные боеприпасы. В ночь на 4 сентября базовые лагеря нескольких украинских частей в поселке Дмитровка подвергаются мощному ракетному удару, предположительно с территории Российской Федерации. Именно в Дмитровку было отведено большое количество бронетехники и артиллерии с позиций вокруг Луганска. В результате удара уничтожено около 60% военной техники. С 1 по 4 сентября ракетным ударом уничтожается лагерь штаба сектора А в поселке Победа Старобельского района. После подписания минских соглашений в сентябре 2014 года силы АТО больше не предпринимают попыток наступления на Луганск. Начинается затяжное кровопролитное перемирие.